Здравствуйте, дорогие друзья! Благословенного утра каждому из нас. О наших сердец пусть будет оно открыто для того, чтобы принимать Божьи послания на данный день, на данный сезон, на данный этап. Насколько приятно осознавать, что зима закончилась. Приятно осознавать, что мы с вами уже идем по весне. Даже, может быть, если еще мало что изменилось в ландшафте, мало что изменилось в нашем окружении чисто внешне. Но мы точно знаем, что весна пришла. В нашей местности это бывает непросто понять по сезонной картинке, но в любом случае на сердце радостно. Весна, март, солнечно и, более того, открытые перспективы. У нас теперь весна, набирать будет ход с каждым днем. И день прибавляется, и температура будет расти, и мы это уже знаем, и в это верим, и мы этого ждем. И вот эти три параметра очень важны. Знать, верить и ждать. Тогда, когда мы вот в этом направлении проверяем свое сердце, а что я знаю? Потому что вера – это видеть невидимое, это творить невозможное. Это значит узнать что-то, что Бог может делать. И вот тогда, когда я это знаю, то я этого жду. Я к этому иду. Я в это верю. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы с вами были теми людьми, которые начинают радоваться не тогда, когда перешли уже Иордан, не тогда, когда перешли Черное море, когда уже фараон остался там в этих пучинах, а еще до того. Потому что мы можем смотреть сквозь, сквозь обстоятельства, сквозь ситуации. И вы знаете, что на самом деле мы по своему сердцу получаем сострадание от Бога. А в данном случае, когда мы видим Давида как отца Весолома, которому не все равно, что происходит с его сыном, или могло бы произойти. Поэтому он просит, и особой просьбой его является сохранить сына. Но этого не происходит, потому что Иав по-другому мыслит, и он в данном случае начальник. Давида рядом не оказалось, поэтому он мог сделать то, что он посчитал нужным. Здесь некоторая параллель тоже может и у нас сложиться, как Бог видит какие-то ситуации, как мы. Потому что если мы доверяем Ему, то Он точно сделает во благо. Он не будет из эгоизма делать это, Он не будет из-за боли для нас дополнительно это делать, а Он будет делать с учетом нашей будущности и безопасности. Все, что делает Бог, оно связано именно с этими параметрами Его отцовства, Его благой, доброй сути, а Он не меняется. За все века Он остался и остается прежним. И то, что мы читаем, когда Хусей еще не дошел, но Ахимас уже там. И картина Давида, он же тоже в ожидании. Он в ожидании того, что произойдет. «Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене, и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек». Давид на кровле, Давид у ворот, вернее, у ворот, а на кровлю зашел сторож. То есть он в ожидании, он не просто там сидит, просто так заняться нечем. Ну, во-первых, у ворот всегда сидели старейшины. В данном случае мы даже не знаем, что за ворота, потому что он оставил свою территорию, он убежал из своего государства, из своего города. Поэтому это тоже какое-то место более-менее укрепленное, и там есть ворота. И вот он у этих ворот сидит, он ждет вестника, он весь в напряжении. Я думаю, что это одна из таких непростых задач для Давида, было остаться дома тогда, когда он еще чувствовал силу воевать, когда он еще мог быть на поле боя. Но помните, ему сказали его люди, что ты будешь нам очень дорого стоить. Если тебя убьют, то тогда смысла во всем этом нет. Кстати, вот это как раз не предусмотрели люди с Авесоломом. Они пошли за ним, а он-то для них оставался ключевым. И потому, убрав Авесолома, они потеряли смысл вообще в этой битве. Вот это то, что смогли увидеть люди Давида раньше. И они сказали, Давид, останься здесь. Это была большая мудрость для того, чтобы Давид это услышал и послушался. И поэтому сейчас он в ожидании, и он в определенном напряжении. Небесный Отец, ты знаешь, где нам надлежит что-то ждать и дожидаться ответа. И я прошу тебя, пусть твое присутствие в нас произведет не просто состояние тяжести ожидания, а ожидания с доверием, ожидания со спокойствием. Потому что это очень важно сохранять внутри себя мир, даже тогда, когда мы еще не видим тенденции к изменениям. Но зная, что ты контролируешь ситуацию, зная, что у тебя все подчинено твоему Слову, благослови нас вставать на это Слово, питаться им, жить этим Словом и становиться Словом, которое стало плотью. Благодарю тебя, что ты поможешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»